Некрепкий декабрьский морозец успел сковать таким же некрепким литком местные водоемы. И эта хрупкая корочка словно магнит притягивает детвору. Как бы не было беды, переживает харцизянин Георгий Секриеру. Его обувная мастерская на трубной стороне всего в нескольких шагах от пруда южной. Из года в год он наблюдает одну и ту же картину. После первых морозов детвора испытывают лед на прочность. Дети могут просто погибнуть. Они здесь пытаются только первый лед. Наступает первый лед, они ногами топчутся, они даже пытаются на лед зайти. Но это же, во-первых, их жизнь. Года два назад я одного ребенка еле спас. И так вот, чисто за руку ее вытащил. Он так новый попытался, но до половины нога застряла вот туда под воду, я и вытащил его. Если кто-то из детей и не решается ступить на тонкий лед, то непременно начинает проверять его крепость другим способом. Они кидают и камни, и бревна, ну все кидают, кирпичи. Вот там вот у меня было полностью кирпичами заложено. Ни одного кирпича нет, все выбросили в воду. Каждый ребенок будет кидать один камень, так просто здесь будет не вода, здесь просто будет гора камня. Георгий Константинович вспоминает свое детство и пруд недалеко от дома. Говорит, если б я вел себя так, как сейчас поступают школьники, то был бы точно наказан, причем дважды, и родителями, и учителями. И недоумевает, почему нынешним мальчишкам все сходит с рук. С утра они идут в школу, так они сразу не в школу, толпой сюда идут они. Посмотрите, что творится на льду. Куча бутылок, и все, кирпичи, все кидаешь, что только невозможно. А у нас здесь очень, кстати, много рыбы. У нас здесь и красноперка, и сазан, и тут. Даже вот буквально где-то, буквально перед льдом мы запустили сюда 5 этих самов, запустили 5 самов. Тут большая фауна у нас здесь. Жители микрорайона и работники трубного завода неоднократно проводили здесь субботники, по мере сил и возможностей расчищая дно и берега водоема. И нельзя сказать, что работа была сделана впустую. Но каждый год ранней весной живописный уголок на трубной стороне заметно теряет свои живописности, открывая взор у прохожих после схода снега горы мусора. Не тревожить фауну, не губить флору, не мусорить, не рисковать своей жизнью, ступая на тонкий лед. Обо всех этих «не» современные детвора, похоже, даже не задумываются. Может быть потому, что об этом мало задумываются взрослые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова